Привет всем, меня зовут Олег и добро пожаловать на канал записки гастарбайтера. Кстати, посмотрите, какой здесь вид. В прошлом видео про Илью, интервью с Ильей. Многие задали вопрос по поводу юридических вопросов открытия компании в Китае. Насколько сложно иностранцу вести предпринимательскую деятельность в Китае? И кроме того, насколько тяжело открыть ресторан Китай? И на эти вопросы нам ответит Ольга из DZ Legal, основатель данной компании. Привет, Олег. Очень рада тебя видеть у нас в офисе в Гуанчжоу. Надеюсь, что ты будешь чаще к нам приходить. Представлюсь сначала. Меня зовут Ольга, я соучредитель компании DZ Legal. Мы работаем уже в Гонконге с 2013 года, в Китае с конца 2013 года. Занимаемся в основном обслуживанием иностранного бизнеса в Китае и в Гонконге. А именно регистрацией компаний, защитой интеллектуальной собственности и прочими услугами, связанными с реализацией деятельности на территории Китая. И у меня сразу будет первый вопрос. Вообще, насколько сложно и насколько трудозатратно в плане времени и денег открытие компании в Китае? Все зависит от того, чем будет заниматься компания. И в каком городе она будет регистрироваться, при каких условиях компания будет осуществлять свою деятельность. То есть базовые расходы на регистрацию компании могут варьироваться от 1000 долларов до 20-30 тысяч долларов, в зависимости от того, какого агента или какую юридическую компанию вы выберете. Следующий вопрос. А насколько по времени и по деньгам отличается открытие компании в разных регионах? И вообще, отличается по правилам при открытии компании, например, в Гуанчжоу, открытие компании в Шанхае или открытие компании в Шенчжене или в Пекине именно по правилам, по предоставляемым бумагам и так далее? Ну, так как наши офисы в основном сконцентрированы на юге Китая, а в данном случае это провинция Гуандун, то мы можем судить исключительно по условиям в Гуандуне. А именно в Гуанчжоу и в Шенчжене мы приведем для примера. По условиям примерно требования не отличаются. То есть список документов примерно одинаков. И зависит от того, кто будет учредителем этой иностранной компании с иностранными инвестициями. Это может быть иностранная компания, это может быть иностранное физическое лицо. Это может быть та же гонконгская компания. То есть исходя из условий регистрации, исходя из ситуации инвестора, расходы на регистрацию отличаются. То есть если это физическое лицо, в настоящий момент достаточно паспорта и контракта на аренду помещения. Если это иностранная компания, то нужно легализовывать пакет документов регистрационных. Для этой компании нужно также собирать документы на аренду помещения здесь уже на территории Китая. То есть это два основных документа. Помимо этого могут запросить какие-то дополнительные справки или формы, но в основном регистрирующие компании готовят самостоятельно. Следующий вопрос. Возможно ли введение деятельности за пределами территории, где открыта компания? То есть, например, если компания открыта в Гуанчжоу, можно ли ввести деятельность в Шенчжэне, Шанхае, Пукини и можно ли ввести деятельность за пределами Китая? Все зависит от того, какую деятельность вы ведете. То есть если у вас компания зарегистрирована в Гуанчжоу, вы имеете право осуществлять коммерческие операции с компаниями, находящимися в любых других городах Китая и за пределами Китая. Вы имеете право получать платежи от клиентов, вы имеете право оплачивать счета на компании в любой части Китая. Но если речь идет о открытии офиса, представительского офиса, либо о фактической деятельности в физическом присутствии на территории других провинций или городов, то здесь от вас потребуется регистрация филиала этой компании. Чем отличается филиал от просто компании? Очень важно понимать разницу между филиалом и головной компанией. Филиал имеет право на такую же хозяйственную деятельность, как и головная компания. Он имеет также своего ответственного законного представителя. Но при регистрации филиала в другом городе уставный капитал на этот филиал будет вноситься из резервов головной компании. То есть, по сути, этот филиал полностью зависит от головной компании, и вся его деятельность связана. То есть, вы имеете право получать платежи и осуществлять хозяйственную деятельность, не облагая налогами с головной компанией. И следующий вопрос. Какой минимальный капитал для открытия компании? То есть, минимальный уставной капитал. Уставный капитал – это очень важный вопрос, в котором следует разобраться, прежде чем регистрировать компанию в Китае. И в то же время это такой камень преткновения для многих компаний, которые собираются регистрировать, потому что существует очень много заблуждений по вопросу уставного капитала. Во-первых, с 1 марта 2014 года уставный капитал приобрел более условное содержание. То есть, от вас не потребует в день регистрации внести на счет компании 3 миллиона долларов и заморозить их на счете. Абсолютно точно. Сейчас уставный капитал – это условное понятие. Его требуется проводить через счет компании, но на это дается, во-первых, от 2 лет, и далее этот срок можно продлевать на срок действия лицензии компании. А обычно это 30 лет. То есть, уставный капитал – это та сумма, на которую несет ответственность инвестор, учредитель компании. Если эта сумма прошла через счет компании и была отмечена как уставный капитал, то учредитель не несет ответственности своими финансами за какие-то долги компании в случае возникновения спорных вопросов. Если же уставный капитал не проведен, не проплачен на счет компании, то в случае каких-либо судебных разбирательств учредителю придется отвечать своим собственным кошельком, так сказать. Получается, уставный капитал может быть сейчас даже 1 юань. То есть, так вот китайцы шутят, да, начать компанию за 1 юань. Это может быть и 1 юань, но для некоторых видов деятельности есть минимальные требования. И также, если компания с иностранным капиталом начнет приглашать иностранных сотрудников, оформлять рабочие визы, желательно, чтобы уставный капитал был назначен на сумму не менее 500 тысяч юаней. То есть, это уже иммиграционные органы. Китай обращает внимание на то, какую финансовую ответственность несет компания на территории Китая. А минимальный устав новый капитал в 500 тысяч юаней это сумма именно для того, чтобы нанять дополнительных работников? Или если владелец данной компании тоже хочет сделать себе рабочую визу, ему тоже нужно внести минимум 500 тысяч юаней? Повторю еще раз, вносить для оформления той же рабочей визы от вас не потребует вносить уставный капитал. Это сумма, которая обозначена уставом компании. То есть, при регистрации мы заполняем устав компании, в которой прописывается сумма уставного капитала. И у вас есть как минимум 2 года на проведение этой суммы через счет. То есть, ее там никто не замораживает. Уставный капитал можно тратить на расходы компании. Теперь давайте вернемся к Илье и в следующий вопрос. Может ли иностранец открыть заведение общепита здесь, в Китае? И какие для этого бумаги потребуются? Так, по поводу... Давайте мы этот вопрос немного расширим. Если есть определенные виды деятельности в Китае, которые ограничены правительством Китая для работы с иностранными инвестициями, предприятия общественного питания к этому не относятся. То есть, абсолютно любой иностранец, не нарушивший законодательство Китая, не имеющий проблемы с законом в Китае, и имеют право открыть предприятие в данном виде деятельности. И для того, чтобы открыть предприятие общественного питания необходимое, во-первых, вам потребуется зарегистрированная компания в Китае на помещении, которое планируется организовать как предприятие общественного питания. Во-вторых, необходимо получить лицензию на общественное питание. Для получения этой лицензии необходимо, чтобы помещение соответствовало пожарным и санитарным нормам департамента по коммерции. И у меня следующий вопрос, он больше связан с моей, так сказать, сферой деятельности, так как при открытии, например, IT-компании требуется намного больше бумаг. И вообще, какие согласные основания требуются, чтобы открыть IT-компанию, особенно компанию, которая занимается трафиком и подобным? Ну вот как раз IT – это очень такая тонкая грань между разрешенными видами деятельности и запрещенными для иностранных компаний. Как таковой IT-компанию с указанием вида деятельности, что это интернет-технологии, сможет открыть любая компания. То есть вы можете открыть IT-компанию в Китае. Но дело в том, что виды операций, которые может осуществлять IT-компания, их достаточно много. То есть большой список видов, ты, наверное, знаешь, чем могут заниматься IT-шники. И самое главное условие для работы – это получение прибыли. То есть IT-компании, как правило, получают прибыль онлайн через всевозможные сайты, если это производство какого-то программного обеспечения, это могут быть игры, это могут быть мобильные приложения. То есть это могут быть сайты, которые генерируют платежи. Если эта компания осуществляет прием платежей на территории Китая через интернет-системы, то от нее потребуется получение специальной лицензии, ICP-лицензии. И для получения этой лицензии необходимо, чтобы компания была китайской. То есть учредители компании не могут быть иностранцами. Это такой основной камень преткновения на пути к деятельности именно IT-компании. То есть если у вас компания с иностранными инвестициями, даже если 1% иностранных инвестиций, вы не сможете получить ICP-лицензию на веб-сайт, который будет получать платежи. Если вам данное видео понравилось, то, пожалуйста, подписывайтесь. Если не подписаны, ставьте лайки. В скором времени я планирую выпустить еще несколько видео на данную тематику. Ну как в скором времени, в период одного-двух месяцев, так как все равно это несколько трудозатратный. Нам нужно подобрать время подходящее как для меня, так и для человека, у которого я буду брать интервью. В планах на самом деле у меня интервью со многими интересными людьми, из которых я хорошо знаю. Так же, как и Ольгу, которую я знаю уже последние несколько лет. Теперь продолжаем наше интервью. А какие бонусы вообще дает открытие компании в Китае? Ну, все зависит от вашего бизнеса. Для компаний, которые нуждаются в физическом присутствии, в легальном физическом присутствии на территории Китая и более стабильными транзакциями, как международными, так и на территории Китая, плюсов абсолютно много. То есть, во-первых, вы зарегистрировав компанию в Китае, вы имеете право или даже обязаны иметь действующий офис. Вы можете приглашать иностранных специалистов, нанимать их на работу, платить налоги. Вы имеете право приглашать на работу китайских специалистов. То есть, мы говорим о зарегистрированной компании в статусе ООО на территории Китая. То есть, мы не говорим о представительствах. Здесь немного разные понятия. Если это зарегистрированная компания ООО, вы имеете право работать с китайскими компаниями, получать платежи в юанях. Если вы получаете лицензию на осуществление валютных операций, вы имеете право получать в иностранной валюте платежи на ваш счет. То есть, возможностей очень много. То же самое сейчас я знаю, что многие столкнулись с проблемами с банками, с гонконгскими компаниями, с работой банковских счетов. Имея китайскую компанию, можно решить эти проблемы. То есть, абсолютно нет ограничений, связанных с гражданством, или с санкциями, или с мировой политической ситуацией. В настоящий момент не существует такой проблемы с китайскими компаниями. Кстати, вопрос по поводу перевода денег между Россией и Китаем. Как она осуществляется? Через банки, через два трансфера, через... Или еще через какие-то операции? Все зависит от потребностей компании в плане сроков и сумм перевода. Многие компании сейчас, зарегистрированные в Китае, активно пользуются переводами через банковские системы. Да, потребуется предоставить документы, это может быть... Все зависит от банка. Это могут быть документы онлайн, либо необходима личная доставка документов до банка, покрывающих каждую транзакцию. Но в целом система работает. Да, бывают сбои в разных банках, но в принципе платежи получать из России можно. Не от всех банков сейчас, но можно. Хорошо. И следующий у меня вопрос. Нужно ли нанимать китайцев для того, чтобы получить рабочую визу на себя? Потому что я знаю, что, например, для того, чтобы открыть компанию в Малайзии, для того, чтобы открыть компанию в Таиланде, нужно нанимать несколько местных человек, прежде чем ты сможешь оформить рабочую визу на себя. Как с этим обстоят дела в Китае? Ну, официально не существует требования о том, что необходимо нанять китайцев для того, чтобы оформить рабочую визу на учредителя или директора компании с иностранными инвестициями. Но при оформлении рабочей визы первое, что вы столкнетесь, это вам нужно указать имя и приложить ID китайского сотрудника. То есть хотя бы одного сотрудника. Никто не будет проверять, платите ли вы налоги на этого сотрудника, но в системе нужно указать контактное лицо сотрудника компании китайца. То есть есть такой момент. В некоторых городах сейчас ужесточается система по оплате социального страхования. То есть для продления рабочей визы могут потребовать предоставить справку о оплате социального страхования. Это официальное уведомление уже по интернету ходит несколько лет, но до сегодняшнего дня на практике мы пока не сталкивались с подобным требованием. Поэтому пока можно оформить рабочую визу, по сути, не имея китайских сотрудников компании. И следующий вопрос также больше связан с Юго-Восточной Азией, потому что в Азии очень часто вместо того, чтобы оформлять компанию на себя, люди, которые ведут деятельность в этой стране, открывают компанию на какого-то местного, на кого-то своих друзей, либо на свою супругу. И вообще имеет ли смысл в Китае открывать компанию на какого-либо местного китайца или лучше открывать компанию на себя? И вообще какие-то опасности, какие трудности из-за этого могут возникнуть? Все зависит от конкретной ситуации. Конечно, нужно каждый случай рассматривать отдельно. Но мы столкнулись с тем, что это распространенное заблуждение о том, что нужно компанию регистрировать именно на китайца. И очень многие компании к этому прибегают и впоследствии получают такой печальный результат действия компании. Ее либо приходится закрывать, либо приходится начинать бизнес сначала. Но китайца регистрировать компанию для того, чтобы заниматься торговой деятельностью, экспортом, импортом, нет необходимости. То есть компания с чисто китайскими инвестициями или с чисто иностранными инвестициями по сути не отличается ни в налоговых требованиях, ни в деятельности. Никаких преимуществ у той или иной компании нет. Но есть виды деятельности, о которых мы только что говорили. Это может быть грузоперевозки, почтовая деятельность, курьерские службы. Это компании, занимающиеся образованием, компании, работающие в сфере искусств, развлечений, компании в некоторых видах IT-деятельности. Они требуют присутствия стопроцентных китайских инвестиций. То есть для таких компаний, возможно, есть смысл привлечения китайских партнеров для регистрации компаний. Но опять-таки это чревато тем, что этот бизнес не будет иметь никакого отношения к вам лично. А можно ли в таких случаях себя как-то обезопасить? Например, контракты и так далее. Потому что ходит такой миф или правду, что в Китае как бы не действует закон на других странах. Китайский закон должен быть подписан, все действия должны происходить в Китае. Обезопасить себя вы можете в некоторых случаях, защитив интеллектуальную собственность. То есть если, приведем пример, если компания занимается программным обеспечением или запуском каких-то игр компьютерных, либо компания занимается продвижением модельных агентств, занимается продвижением сети ресторанов, например, и вам приходится зарегистрировать эту компанию на китайских партнеров, то товарные знаки в данном случае, патенты и сертификацию на программное обеспечение тоже стоит оформлять на себя либо на свою иностранную компанию. То есть это единственная на сегодняшний день возможность защитить именно интеллектуальную собственность, защитить вашу идею, ваш проект. Но защитить саму компанию, если вы не имеете к ней никакого отношения и ваша информация не зарегистрирована в департаменте по коммерции при регистрации компаний, то никакие внутренние соглашения не будут иметь юридической силы. И следующий вопрос в этой теме. Если, например, у меня есть патент в России или патент, например, в Германии, нужно ли мне подтвердить этот патент здесь, в Китае? Прекрасный, хороший вопрос. Мы очень часто сталкиваемся с такими проблемами. Наши клиенты обращаются с тем, что у них зарегистрирована интеллектуальная собственность в той или иной форме за пределами Китая. И они абсолютно спокойно в связи с этим работали в Китае и через какое-то время обнаружили, что они не имеют прав на свою собственную идею, на свой собственный бренд на территории Китая. Виды защиты интеллектуальной собственности абсолютно разные. То есть вам нужно обязательно обращаться за консультацией к специалистам, либо изучать этот вопрос глубоко, потому что в каждой стране имеется своя собственная система регистрации. Если мы берем товарные знаки, то они должны быть зарегистрированы в каждой стране, в которой вы работаете, с той или иной продукцией или услугами. Если это патенты, то же самое. То есть существуют международные системы, такие как Мадридская система, то есть там множество стран включено. Но при этом, если это независимые, не входящие в эту систему страны, и вы в них собираетесь работать или уже работаете, лучше регистрировать товарный знак заранее. Ну и патент тоже. То есть необходимо защищать интеллектуальную собственность в каждой стране, в которой будет осуществляться деятельность. А вот если открыть компанию в Гонконге, это даст ли право введения деятельности на территории Китая? Потому что все равно в Гонконге компания открыть проще, более знакома, и в принципе там уже протезы от плажен, в отличие от Китая. Да, существует такое заблуждение. Наверное, оно связано с тем, что Гонконг до Юры был присоединен к Китаю. Но по сути, зарегистрировав компанию в Гонконге, она не будет находиться в юрисдикции Китая. То есть зарегистрировав компанию в Гонконге, вы не сможете получить рабочую визу в Китае. И вы не имеете права хозяйственной деятельности на территории Китая. Только если вы, использовав эту гонконгскую компанию, зарегистрируете также компанию в Китае. Таким образом, компания в Гонконге не дает вам каких-либо прав на территории Китая, прав вашей компании. Вы можете использовать счет для получения платежей, но при этом физического и юридического присутствия в Китае иметь компания не будет. И еще один вопрос по поводу гонконгской компании. Потому что не так давно был период, когда открыть счет россиянам, владельцу русского паспорта, российского точнее, было почти невозможно, или было очень-очень сложно. Они требовали очень-очень глубокой проверки, откуда у вас деньги и так далее. Как обстоят ситуации именно с открытием счета в Гонконгском банке сейчас? Дело в том, что этот период, о котором ты говоришь, Олег, он до сих пор продолжается. И неизвестно, сколько эта временная ситуация продолжится в связи с санкциями, которые коснулись не только России, но в гонконгских банках на территории Гонконга, в том числе и в банках, которые связаны с Европой и Америкой, есть формулировка не только страны под санкциями, но и страны с нестабильной военной или экономической обстановкой. К этим странам можно отнести абсолютно любую страну из бывшего СССР. Таким образом, многие клиенты столкнулись с тем, что зарегистрировав компанию в Гонконге, много лет ей просто невозможно пользоваться. Как раз-таки на этом фоне стало очень удобно и выгодно открывать китайскую компанию. То есть в связи с этим очень многие иностранные предприятия просто стали открываться в Китае и работать спокойно. Потому что в Гонконге сейчас с российским паспортом, с украинским, с белорусским очень сложно открыть счета. Есть банки, которые по-прежнему работают, но там есть ограничения по обороту компаний, то есть там необходимо обеспечивать определенный оборот. Также само обслуживание в банках достаточно дорогое, то есть не для всех компаний это рентабельно. Ну и, наверное, последние вопросы. Как вообще платить налоги? Платить налоги в Китае, платить налоги в России, платить налоги в России и в Китае, или можно платить налоги только в одном месте? Все зависит от того, какой статус налогового резидентства у вас. То есть если вы работаете в Китае по рабочей визе и платите налоги на доходы физических лиц, то при нахождении на территории Китая в течение определенного срока вы платите налоги в Китае. Это речь идет о россиянах в связи с тем, что было подписано соглашение об отбежении двойного налогообложения. То есть получив справки об оплате налогов на доходы физических лиц в Китае, вы предоставляете их в налоговые органы в России, если хотите задекларировать факт оплаты налогов на территории Китая. То же самое для компаний. То есть если вы являетесь учредителем китайской компании и ваша компания получает доход здесь, на территории Китая, вы оплачиваете налоги на доходы предприятий, точно так же декларации подаются на территории России, в российские налоговые органы об оплате налогов. Существует ограничение по срокам, то есть при нахождении в России в год более чем 180 дней, там меняется уже статус налогового резидентства и уже другая ситуация. Но в связи с тем, что законодательство достаточно новое и не отработаны еще механизмы, поэтому сложно сказать, как будет происходиться расчет на данный момент, но я думаю, что в течение года это будет более понятно. Задам еще один вопрос, который также связан с налогами, потому что получается, что ты плачешь налог здесь как предприятие, не как частное лицо. А когда в бумагах ты указываешь, что у тебя какая-то зарплата или нет? Ну, если вы оформляете рабочую визу на себя, даже как на директора компании, либо в качестве инвестора, то есть вы автоматически трудоустраиваетесь в свою собственную компанию, и вы платите налоги на доходы предприятия, и вы платите налоги на доходы физических лиц. То есть вы платите несколько видов налогов в любом случае. А если налог именно на физическое лицо, то я знаю, что в Китае подоходная система налогов, то есть тем больше ты получаешь, тем больше у тебя налогов. То есть получается можно указать, что моя зарплата 2 тысячи на померегание, и платить меньше налог, или можно указать, что у тебя зарплата, я не знаю, 50 тысяч, и ты будешь платить 20 тысяч налогами. Существует минимальная сумма заработной платы, которая не облагается налогом для иностранцев, по Гуандуну, скажу, по провинции Гуандуна, это 4 800 юаней. То есть при заработной плате до 4 800 юаней вы не платите налог на доходы физических лиц. Это вопрос с налоговой стороны. С другой стороны вопрос к иммиграционным органам, вернее, иммиграционные органы Китая могут задать вопрос, либо просто отказать в виде на основании того, что у иностранца недостаточно средств проживания при такой зарплате в Китае, понимаете, либо дать категорию виза низкую категорию. То есть существует сейчас градация иностранных кадров A, B, C. То есть при заработной плате ниже 4 800 юаней большая вероятность, что по баллам вы попадете в категорию C. А по этой категории разрешение на работу выдается на полгода, и его очень сложно продлить на самом деле. Поэтому не всем компаниям выгодно писать необлагаемые ставки. Лучше сделать среднюю заработную плату, оплачивать небольшой налог. То есть, к примеру, при заработной плате в 6 000 юаней ставка, общая сумма налога на доходы физических лиц около 36 юаней составляет в месяц. При заработной плате 6 500 юаней, там около 63 юаней всего получается. Единственное, если компания оплачивает социальное страхование, то там минимальная ставка при заработной плате минимальной составляет около 1000 юаней в месяц, из которых около 30% платит сотрудник и 70% оплачивает работодатель. То есть, в данном случае, конечно, ощутимые расходы на работника иностранного. Ну и задам, наверное, еще вопрос по поводу каких преимущества дает рабочая виза, кроме налогов? На самом деле, проживая в Китае, можно получить много преимуществ, имея рабочую визу. Во-первых, это спокойное проживание на территории Китая, спокойная легальная работа. То есть, имея рабочую визу, разрешение на работу, вы можете абсолютно с чистой совестью приходить в офис, приходить в свою компанию и работать, не боясь, что иммиграционные органы или полиция проверит ваш офис, оштрафует вас или вашу компанию, либо депортирует вас или ваших сотрудников. То есть, это все реально, это может случиться абсолютно выборочная, случайная проверка может привести, на самом деле, к серьезным последствиям. Поэтому наличие рабочей визы при осуществлении деятельности в Китае очень важно. Это первый момент. Второй момент. При оформлении каких-либо документов, будь то открытие счета в банке, либо подача на визы в такие страны, как США, страны Европейского Содружества, достаточно большим преимуществом является наличие рабочей визы, разрешение на работу в Китае. То есть, процент отказов при подаче на эти визы достаточно низкий. А получается, в США несложно получиться визу? При наличии рабочей визы и обосновании вашего нахождения в Китае после вашей поездки, предполагаемой поездки в США, конечно, шансов достаточно много. Нужно будет также что-то показать. Да, на самом деле, для получения американской визы не обязательно предоставление каких-то подтверждающих документов, но при... Немножко уже отойдем от нашего топика, да, от нашей темы, но если у вас при собеседовании спросят о распечатке из банка, либо справки с работой, а у вас ее не окажется, то, конечно, это может послужить поводом к отказу в визе. Да, понятно. Ну, в общем, вот так вот. Если у вас есть какие-либо вопросы к коллеге, то можете задавать комментарии, если у нее будет время, она ответит, либо вы можете обращаться к ней напрямую, я оставлю ее контакты, ссылки в описании. Вы можете перейти на сайт, а также написать... куда? Ватсап? В Вичат, Ватсап, на почту мы можем предоставить контакты. Да, и вот все эти контакты будут внизу, в описании. Ну, вообще, в рамках одного экспресс-интервью очень сложно охватить все вопросы. То есть мы находимся в Китае, постоянно мониторим информацию об изменениях законодательства, о процедурах оформления того или иного процесса, той или иной лицензии, и постоянно меняется, каждый год появляются новые требования, поэтому, если будут вопросы, конечно, лучше обращаться к специалистам, и не всегда в интернете можно найти достоверную информацию по этим вопросам, она очень быстро устаревает. Да, на самом деле, законы в Китае меняются каждые несколько месяцев, поэтому без специалистов сложно задаться. Очень рады были видеть тебя, Олег. Приходи к нам чаще в гости. До свидания. Ладно, спасибо за интервью. Пока. И как можно... Можно... Фу, блин. Итак, сейчас. А, сейчас. А, следующий вопрос. Насколько сильно отличается от... Фу, блин. Сейчас. Давай еще раз, если я сейчас обдумаю этот вопрос, хорошо. Как-то лучше. Ну, этот, можно пропустить, он и не был. Не, он важен, на самом деле. Ну, давай, вот этот, я еще расширю по поводу, спрошу по поводу IT-компании. IT? Вот, пойти, там, там все сложно, как-нибудь. Я знаю, что это сложно, так нельзя задать. Давай, давай. А-эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Продолжение следует...